Еще одна тема, за которой сейчас следят и в Америке, и по всему миру. Поиски глубоководного аппарата «Титан», на котором состоятельные искатели приключений отправились к обломкам затонувшего «Титаника». Запас воздуха у экипажа по подсчетам береговой охраны Соединенных Штатов закончится менее чем через 16 часов. Аппарат длиной около 7 метров и шириной менее 3 до сих пор не найден. И даже если он на поверхности и где-то просто дрейфует самостоятельно, участники все равно выбраться не смогут. Люк у «Титана» открывается только снаружи. Материально Михаила Кинченко. Вся последняя информация о спасательной операции в северной части Атлантического океана. Дышать медленнее, сохранять спокойствие. Советы специалистов, как продержаться подольше при ограниченных запасах кислорода, звучат в эфирах американских телеканалов. Только те, кому эти советы могли бы пригодиться, их не слышат. Уже третьи сутки пятеро членов экипажа подводного аппарата «Титан» вне зоны доступа. Попытки установить с ними связь до сих пор ни к чему не привели. Проблеск надежды появился лишь минувшей ночью. Этой ночью пришли сообщения, что спасатели услышали стук в том районе, где исчез подводный аппарат. Нет никакого понимания, что могло вызвать этот шум. Но, вероятно, это дающее надежду послание от тех, кто заперт внутри. Надежда, надо сказать, весьма призрачная. Если гидроакустические приборы на борту канадского самолета действительно уловили стук по внутренней обшивке глубоководного аппарата, это может означать, что он находится где-то на поверхности или хотя бы на относительно небольшой глубине. Однако и в таком случае найти его будет все равно не проще, чем иголку в стоге сена. Волны на поверхности в районе поисковой операции, как сообщается, сейчас достигают четырех метров. Разглядеть среди них предмет, пусть и размером с минивэн, практически невозможно даже с воздуха. Тем более, что субмарина еще и окрашена в белый цвет, а значит, легко сливается с морской пеной. Из всех доступных средств связи на борту, как уже известно, лишь весьма чувствительный к погодным условиям спутниковый интернет. При этом нет даже элементарного радиомаяка. Меня поражает, что там нет ни пингера гидроакустического. Это очень дешевая вещь. Просто ставится, чтобы он пикал, и можно даже находить направление на него по силе звука. Но это вполне достаточно, чтобы определить местоположение аппарата. Плюс-минус там какие-то метры, когда его уже легко найти. Ну, не метры, а там десятки метров, сотни метров даже. Но все равно это легко искать. Однако владельцы глубоководного аппарата, как выясняется, похоже, вообще не слишком хорошо просчитывали риски. Как сообщает газета New York Times, пять лет назад группа экспертов уже предупреждала о потенциально катастрофических последствиях погружения. Один из пилотов субмарины в то же время заявлял о том, что корпус не прошел необходимые проверки на прочность. Разгерметизация теперь одна из версий того, что могло случиться на глубине. Ну, а кроме того, специалисты говорят о плохой подготовке к погружениям. Она занимала от силы несколько дней, при том, что обычно на подобной экспедиции уходит до полутора лет, отмечает известный исследователь Майкл Харрис. Он сам несколько раз погружался к Титанику, в том числе и при помощи российских глубоководных аппаратов МИР. У нас была система передатчиков. Мы перемещались в строго ограниченном пространстве таким образом, чтобы все время понимать наше местоположение относительно обломков Титаника. У нас была постоянная связь с кораблем на поверхности. Безопасность в первую очередь. А этот аппарат, насколько я понимаю, как санки, сбросили в воду. Потенциальные туристы, пожелавшие совершить прогулку на 4-х километровую глубину, о таких тонкостях не знали. Все, что от них требовалось, заплатить по 250 тысяч долларов за возможность своими глазами посмотреть на обломки Титаника. Документ с предупреждением о риске гибели, который подписывал каждый из них, воспринимался как простая формальность. Владельцы и создатели глубоководного аппарата в рекламе упирали на его безопасность и высокотехнологичность. Все должно было выглядеть как легкая прогулка. Почти игра. Совершенно новый подход к дизайну подлодки. И все это управляется вот этим игровым контроллером и сенсорными экранами. Все по блютузу, так что я могу дать его кому угодно. Как часто туристы пользовались возможностью порулить под водой неизвестно. Но по одной из главных версий, именно неопытный пилот мог завести субмарину под обломки Титаника, и она там застряла. В таком случае, тем, кто на борту, рассчитывать на помощь с поверхности точно не приходится. Спасательных работ на таких глубинах никогда прежде никто не проводил. Впрочем, создатели субмарины это, безусловно, знали, поскольку изначально рассчитывали выбираться исключительно своими силами, рассказывает один из участников предыдущих погружений, репортер американского телеканала CBS. Что можно сделать, если субмарина застряла или случилась протечка, пропала энергия? Что бы ни произошло, ответ один — всплывать. И у них для этого много возможностей. Сбросить балласт, мешки с песком, свинцовые трубы. Чтобы оторваться от дна, у них есть воздушный пузырь, который должен тянуть вверх. Они могут включить двигатели. И все эти способы срабатывают даже без участия человека. В систему безопасности изначально закладывается время, по истечении которого ты всплываешь, даже если находишься без сознания. Впрочем, и после всплытия на поверхность, у находящихся внутри людей нет никакой возможности самостоятельно выбраться на воздух. Доступ к запорам только снаружи. Это погружение не для слабонервных. Там очень тесно. Ты остаешься там надолго, запертый снаружи. Оттуда нет выхода, нет люга, через который можно выбраться. Несмотря на все это, желающих пощекотать свои нервы хватало. Помимо руководителя компании Ocean Gate, на борту сейчас еще четверо. Среди них французский акванафт Поль Анри Наржоле, который уже участвовал в нескольких экспедициях к Титанику за ценными вещами. Шазада и Сулейман Даут, отец и сын. Владельцы одной из крупнейших химических компаний Пакистана. А также миллиардер Хэмиш Хардинг, который сколотил состояние на торговле самолетами. Он, кстати, известен тем, что успел слетать туристам в космос, быстрее всех обогнуть Землю через два полюса и даже спускался в Марианскую впадину. Если они еще живы, то шансов спастись у них с каждым часом все меньше. По подсчетам кислорода на борту им должно хватить максимум до обеда четверга. Михаил Акинченко, Светлана Трофимова, Юлия Заграничного, Сергей Деев. Первый канал. США.